Сегодня в Наринмаре прошли первые в истории конные соревнования. Еще год назад сама мысль о проведении подобных состязаний в столице Заполярного региона казалась далекой и очень призрачной. А уже сегодня юные участницы конно-спортивного клуба «Фортуна» ловко держались в седле и заставляли зрителей замирать от страха, перепрыгивая через высокие преграды. За конкуром и смелыми наездницами наблюдала Ирина Цепетова. Такая юная, хрупкая и одновременно смелая – это первые мысли об Ане Сивковой. В седле участницы конно-спортивного клуба «Фортуна» уже целый год. И страшной ей было только в первый раз, признается Аня. Самое сложное в верховой езде – найти диалог с лошадью. Управлять телеграциозными животными не всегда просто. Если честно сказать, то немного да, потому что лошадь может не слушаться и просто не заворачивая никуда не идти, ты должен всегда справляться, даже иметь силы. Вместе с Аней участие в конном конкуре принимали еще пять наездниц. По словам главного идейного вдохновителя, директора клуба и президента общественной организации содействия развития конного спорта в Неницком округе Ирины Савариной, это самая подготовленная на сегодняшний день участница. Но даже при самой серьезной подготовке порой случаются неудачи. Сегодня наездницы заставили изрядно попереживать своих зрителей. Впрочем, такие ситуации только закаляют девчонок. Смелые и упорные, они берут лошадей под узцы, садятся верхом и продолжают соревнования. Ведь сегодня на них смотрят родители, друзья и близкие. Детям это очень нравится, очень волнуюсь. Но я думаю, что стоит этим заниматься. Хороший вид спорта и общение с лошадьми, с такими благородными животными. Пойдет на пользу детям. Кроме конных состязаний, благодарные публике представили театрализованное выступление спортсменов. В ярких костюмах наездники продемонстрировали умение держаться в седле и управлять лошадью. Самые громкие аплодисменты снискал самый юный участник конного клуба Никита Ляпин. В конный клуб 7-летнего Никиту привел папа. Юный наездник уверенно держится в седле, уже имеет своего любимчика, лошадь по кличке Балтика и мечтает ездить верхом самостоятельно. Ну, один и скоро буду уже кататься. Я пока катаюсь у крыси, мы этим и шагом, а потом и голубом буду скакать. Говоря об участниках соревнований, хочется сказать и о тех, в чьем седле ребята сегодня демонстрировали свои успехи. Это лошади Балтика, Манхэттен, Тутси, Волковер и Нефрит. Каждая из них неповторима. Всего в клубе «Фортуна» сегодня живут 6 лошадей. Говорят, что лошади – животные с особой психологией. У каждой из них свой характер и даже душа. И кажется, что эти красавицы переживали сегодня не меньше, чем сами участницы соревнований. Кульминацией праздника стало подведение итогов конных соревнований. По итогам конкура первое место заняла Александра Воложина, второе и третье места – Шустрова Анна и Анна Ситкова. Без грамот, медалей и кубков не остались и призеры, и участники театрализованного представления. Кстати, в клубе сегодня занимаются несколько десятков детей. Год существования клуба показал – у конного спорта в нашем округе есть будущее. Дело осталось за развитием этого направления. Официальный тренер у нас один – Роберт Рахматуллин. Занимается с детьми. Я думаю, что если нас поддержит город, мы возьмем второго тренера, потому что Роберту очень тяжело, наплыв детей, и тоже тяжело человеком не справляется. Но вы чувствуете, что детям нравится, что нужно развиваться? Конечно, конечно, конечно. Мы же видим, наблюдаем за детьми, сколько приходит детей, взрослых. Надеемся, что клуб разовьется так, что могли посетить, город мог посетить. Мы пока берем только часть города, потому что мы не можем вместить всех. Этот день стал не только началом славной традиции проведения конных соревнований в Ницком округе, но и был приурочен к празднованию Дня лошади.